Мы перестраиваемся, ставим экономику и науку на мобилизационные рельсы. Насколько быстро и эффективно? Второй вопрос. Наверное, ускориться в каких-то решениях и не помешало бы. Хорошо, что понимание уже есть, что нужно для победы, для укрепления обороноспособности, для роста экономики. Частичная мобилизация стала испытанием и для общества, и для промышленности. Задача, насколько я понимаю, ставилась не остановить ни одно производство, ни одно предприятие. И она, задача, была выполнена. Тем более, что нагрузка на промышленность в Татарстане выросла, особенно на оборонно-промышленный комплекс, и выросла в разы. Республика свое задание по частичной мобилизации также выполнила. И вот стало известно, что в Татарстане все мобилизованные отцы троих детей вернулись домой. Семьи ждали их больше месяца и, наконец, дождались. Все получилось не сразу. Напомним, изначально Минобороны России призывала всех, имеющих боевой опыт и воинскую учетную специальность. Мобилизация не касалась тех, у кого на иждивении находились четверо детей. В Татарстане призывная комиссия отменила решение о мобилизации отцов с тремя детьми. Всего домой вернулись более 150 мужчин, теперь они снова со своей семьей. Но воспоминания как ком в горле. Ведь там остались другие, которые за короткий срок уже стали боевыми товарищами. Несколько историй многодетных пар, чьи семьи скрепила с новой силой мобилизация в материале Диляры Юсуповой. Аллах от этого, ну, закрыл вот это, что мне легче там было, понимаете. И себя каждый день бы об этом бы думал, вот, о, дети, о, дети, о, дети, а что будет, а что будет, а что будет. Ну, я как бы этот смирился с этим, я говорю, ну, на всю волю Всевышнего. Закрыть глаза на болезненность происходящего в его случае становится мудростью правого, потому что ему помогла вера. Алмаз Хасанов – верующий человек, но вера в данном случае не просто как религия, а еще как уверенность. Было и не такое, приму и это. А сейчас я вас познакомлю с остальными членами своей семьи. У семьи Хасановых трое детей. Когда пришла повестка, супруга и не поверила. Как такое может быть? Рвалась с мужем, но супруг остановил. Ей пришлось быть там, где она остается. В этой неповседневной ситуации продолжать делать самые обыкновенные вещи. Я всегда вот для себя, какая плана всегда говорила, вот, все, сегодня надо детей забирать, до сядек отводить, подготовишку надо идти. Вот так только по плану я все делала. Старший очень расстраивался, ну, расстроенный ходил. Плакал, когда виделись, плакал всегда. Да. Папа, я обещаю намаз, буду считать, просить. Все такое, всегда говорила. Только вернись. Да, только вернись. Да, вот жена, когда приезжала, рассказывала, ну, где я в комнате намаз читаю. Она говорит, ну, стоит на колене, говорит, этот, две руки, говорит, поднимает, что-то просит. Я, говорит, спрашиваю у него, что-то просит. Я, говорит, Аллах Всевышний, прошу, говорит, чтобы мой, ну, папа вернулся живой, говорит. Уйти, чтобы вернуться. Потом они не верили уже и в это. Алмаз даже подумал, а надо ли? Его теперь уже друзья остались там. А он вернулся здесь. Я сначала вот как-то подготовился, ну, как морально, то, что я. И потом опять он такой, этот, обратно, типа, все, не будут возвращать, там, типа, все, вы уедете. Я потом сам себе мысленно сказал, я, говорю, пока с вещами, говорю, пока за ворота не выйду, говорю, не буду, говорю, ну, вообще вот. Не слушать там, верить в это все. Я говорю, когда вот выйду уже там, или домой приеду, вот так вот, тогда уже вдохну так и все. Он вздохнул, когда оказался дома с семьей, но продолжает следить за происходящим и теперь за близкими для него людьми. Пока с ними нет связи, но он продолжает верить и молиться за каждого. А за себя, за себя он не беспокоится. Он вернулся почти накануне своего дня рождения, поэтому сегодня семья Хасановых отмечает двойной праздник. Похожая ситуация и у семьи Даниловых. Сегодня у них 14 лет со дня встречи и несколько дней со дня их воссоединения после разлуки. Знали ли они, да, что их внукам предстоит как бы то же самое, да? На этом родовом древе, собранном Ольгой, дед ее супруга, участник Великой Отечественной. Помня пример деда, Виталий, получив повестку, долго не думал. Когда-то он служил в полиции, поэтому решил, надо идти. Приказ есть приказ. Если бы такая мысль была, я бы и с работы мог бы уйти, и домой бы не приходил бы. То есть, как некоторые делают. Обождать, пока эта мобилизация закончится. Ну, это не по мне. Я считаю, если меня позвали, значит, надо идти. Самой старшей в семье дочки пока восемь. Поэтому дети мало что поняли. А вот Ольга осталась с бедой наедине. Помимо страха за мужа, пришел и другой. За будущее. Причем будущее самое, что ни на есть бытовое. Женщина осталась без поддержки не только моральной, но и материальной. А потом вслед за страхом пришла и стойкость, и воля. Я тоже как солдат. Почему-то вот у меня такое, что все должно быть, вот все. Моего мужа призвали. Все, пора. Военное положение дома. Как-то стало, прям, не знаю, везде прибираться почему-то стало. Как будто все, ну, как солдат тоже. Или стресс так переживаю. Ну, не знаю, у меня какое-то спокойствие было. Мне гордость за него как бы взяла, что он не испугался. Я ему старше моим сказала, как бы все. Сейчас как бы вы старший, там, сын, ты единственный мужчина в семье, в доме теперь. Все, более ответственны будете, более самостоятельными. И они будто и сразу повзрослели. Помогали маме, старались не плакать. А Ольга ждала. Считала время, вшивая очередные минуты белыми нитками. Я действительно сшила рубаху. Ну, и не успела еще вышить. Муж еще говорил, вот, дошьешь эту рубаху, и меня отпустят. Вот такая рубаха. У меня она начатая была уже когда-то. Из льна. Вот. Как бы я думала, что он будет ее вот носить под одеждой, под своей там основной. И будет она берегать. Когда семья тебя ждет, когда тебя дети ждут, это все-таки тебе укрепляет дух и стимулирует, чтобы ты не отчаивался, не падал духом. Ильсура Шайдульна из тюлячей тоже вернули домой. Теперь, известный своими песнями на Казань-экспо, он поет для своей семьи. У них было так же. Та же неопределенность, те же слезы, то самое вернись поскорее. Первый день мы общались через забор. Это было очень тяжело. Младшие помогли подняться, чтобы он смог ее обнять. Очень выросла ценность семьи, изменилась наша жизнь. Мы стали очень близки друг к другу. Сегодня мобилизованные многодетные отцы дома. На время или навсегда неизвестно. Но ясно одно. Как прежде, уже не будет. Все, что случилось в прошлом, вдруг стало влиять на них настоящих. Все мирское такое было. Заработок, вот это все. И в один прекрасный день Всевышний от меня все это забрал. Вот у меня клиент, вот это все у меня забрал. И я все вот. Я тогда понял, что оказывается, я не тем жил. Понимаете? И у меня этот огород на 180 градусов у меня вот. Дочка связала браслет и хотел подарить его папе. И, ну, у него было много браслетов. И мы сфотографировали, и папа выбрал. Я вот выбрал вот такой браслет. Вот такой, больше защитного цвета. И носил его, не снимая. И вот он меня вернул домой.